По привычному маршруту и точно к цели. Полный осенизатор жидких бытовых отходов снова едет сливаться. Опустошает его вблизи канатного проезда прямо в лесу. Местные жители бьют тревогу. Дышать нечем. С утра и до позднего вечера. И каждый день. Вот они там сейчас слились. Потом по всем канализациям пошел по всем домам запах. И даже по улице будешь ехать мимо. Запах, 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 запах. Но это разве можно 21 век. Сколько приезжает цистерн в день, сосчитать сложно. Только за время нашей съемки их было порядка пяти. Слились и смылись. Испугавшись камеры, разнервничались так, что даже забуксовали. Просто можно идти по колее. И это все можно увидеть. Кто где сливается. Весь лес загажено вообще. Все загажено. Вот вы чувствуете, вот уже запах пошел. Это то есть еще одно место, где сливают. Да, это вот оно еще одно место. Вот только застыкать, вот она. Вот колодец тоже. Незаконно сливать жидкие бытовые отходы сюда приезжают регулярно. Но, видимо, увидев нашу съемочную группу, те, кто уже успел попасть в объектив камеры, сообщили своим коллегам. Вот уже полчаса никого. Однако, спустя несколько минут одного из причастных мы все же увидели. Но комментировать происходящее он отказался. Ну, я вас спрашиваю. Он там сидит, спросите у кого-нибудь. А где там? Сейчас там никого же нет. Ну, уберите от меня, пожалуйста. Нет, вы скажите, я с вами не ругаюсь, я просто задаю вам вопрос. Я гуляю, хожу по лесу, видите, нет? Скажи вот так, по телевизору, хорошо? По словам специалиста, такие действия – экологическое преступление, за которое нарушители должны привлечь к уголовной ответственности. Помимо неприятного запаха, такие сливы грозят распространением особо опасных инфекций, например, коронавируса. Он распространяется, как и все вирусы, где угодно. При этом, точная совершенно диагностика, болеет человек или нет, может быть сделана по его фекалиям. То есть, кроме стандартного загрязнения окружающей среды при таком нарушении, при таком преступлении, мы еще имеем и, соответственно, вирусную опасность. За объяснениями о том, почему в зеленой зоне недалеко от жилого сектора допускают слив фекалий, как давно это происходит и когда закончится, мы обратились в Барнаульский водоканал. Будем надеяться на скорый ответ. София Яценко, Николай Шилко. День с толком. На машинке.